На поиски древних цивилизаций в эти дни можно отправиться в Чувашский художественный музей. Там выставлена картина народного художника республики президента Академии художеств мира Анатолия Силова. Причем в его работах можно найти приметы любого времени. Философы, ученые, правители и политики. Как точно удается художнику передать на полотнах самые разные образы? Картины мастера можно разглядывать часами. Так и кажется, что неподвижные лица на холсте оживут. Для Ольги Журавлевой эта выставка особенная. Художник-керамист по образованию часто посещает экспозиции. Девушка признается, что работы Анатолия Силова и ее вдохновляют. Его работы прям смотришь и хочется взяться за глину и начать лепить. У него прям есть такие монументальные какие-то вещи, которые хочется перенести в свой любимый материал. Интересная выставка. Думаю, каждый найдет себе что-нибудь по душе. Анатолий Силов любит создавать жанровые исторические картины. И в каждой работе сквозит мировоззрение автора. Художник часто путешествует и изучает культуру разных народов. На его полотнах можно увидеть быт, культуру, традиции различных стран и, конечно, родного чувашского края. У меня здесь глаза разбежались. Вроде бы и просто. Вроде бы и как-то элементарно. А приглядываешься, там и история, и философия, и символы, и аллегории, иносказания. Просто перед каждой картиной можно стоять и стоять, размышлять. Всего в экспозиции представлено более 240 работ. Анатолий Александрович не просто пишет портрет человека, а старается передать всю глубину его личности. Художник признается, что портретов общественных и государственных деятелей древних цивилизаций мало. И чтобы перенести их на полотна, приходится собирать информацию по крупицам. На этой картине изображен китайский древний врач, который впервые применил в медицине иглоукалывание. А это древнегреческий философ Платон, автор многочисленных сочинений. На выставке есть и современные политики. Владимир Путин, Александр Лукашенко, председатель КНР, Си Цзиньпин, святейший патриарх Кирилл и папа римский Франциск. Попросили папу римского, потому что должны были отсюда поехать туда, папе римскому, делегации из России. Но не получилось, а эта работа должна была подарена там. Но она будет подарена папе римскому все равно. Я думаю, что писать вот таких личностей, как президентов разных стран, надо иметь силу свою. То есть практически быть в какой-то степени на уровне этих людей. Анатолий Силов рисует по 10 часов в день. Для него нет выходных и праздников. Его картины представлены во многих странах мира. А выставка в Чебоксарах продлится до конца сентября. Елена Михайлова, Сергей Мышев, Вести Чуваше.